2 мая день рождения у актёра театра кино заслуженного артиста РСФСР Леонида Каневского ему исполнилось 80. В 11 лет он вместе с другом пришёл на занятия в драмкружок клуба МВД и уже после нескольких репетиций заявил родителям, что хочет стать актёром. В 1956 году Леонид Каневский поступил в театральное училище имени Щукина на курс Веры Львовой. Это был легендарный курс. Вместе с Каневским учились Андрей Миронов, Ольга Яковлева, Василий Ливанов, Зиновий Висаковский. 7 лет Леонид Каневский служил в театре имени Ленинского комсомола. Его наставником и учеником был выдающийся режиссёр Анатолий Эфрос. В 1967 Леонид Семёнович перешёл в театр на Малой Бронной, где создал немало ярких запоминающихся образов. Каневский считает себя в большей степени театральным актёром, хотя его роли в кино полюбились миллионам зрителей. В кино Леонид Каневский пришёл в начале 60-х. На его счёту более 70 киноработ, таких как «Бриллиантовая рука», «40 минут до рассвета», «Весна на Одере», «Д'Артаньян», «Каждый вечер в 11», «Физика в половине десятого», «Сёмин» и другие. Но известность и всесоюзную славу ему принесла роль майора Томина. В популярном телесериале «Следствие ведут знатоки». На протяжении почти двух десятилетий кинозрители с большим интересом следили за очередными расследованиями команды знатоков. С наступлением лихих 90-х Леонид Семёнович решил в свои 50 круто изменить жизнь и уехал жить в Израиль. Вместе с Евгением Арье он создал театр. На первых порах было чудовищно тяжело. Например, однажды мы четыре месяца не получали зарплату. Старая закалка помогла всё это перенести, а затем театр начал развиваться, набирать обороты, говорит актёр. Со временем театр обрёл популярность, а Каневский достиг профессиональной востребованности на местном телевидении и в кино. Леонид Каневский счастливо женат на Анне Березиной, дочери актёра Ефима Березина. В 1977-м у пары родилась дочь Наталья, и сегодня у Леонида Семёновича есть ещё внучка и внук. Его дочь Наталья стала театральным дизайнером и сейчас работает на израильском телевидении. Актёр признаётся, что жить в женском царстве ему нравится и вообще он очень любит красивых женщин. Сегодня Леонид Семёнович ещё и телеведущий. С 2006-го года он ведёт передачу «Следствие вели» с Леонидом Каневским. Это выпуски, посвящённые преступлениям, совершённым с 1917 по 1991 год. Но главное, как признаётся сам артист, это рассказ о жизни советского человека. В каждом выпуске можно услышать интересные факты о застолье, о блюдах советского времени, моде, зарплатах и тому подобном. Каневский говорит, что к нему регулярно подходят самые молодые люди и признаются, что смотрят передачу именно из интереса к тому времени. Субтитры создавал DimaTorzok